Люблю я свою светлую и уютную квартирку. Переехали мы недавно, штор нет. И это создает мне определенные проблемы. Соседка Любопыткина у меня больно глазастая. Что сегодня вареник ели? Видела ты мужу белую рубашку гладила. А еще у вас на люстре лампочка перегорела. Решила я бороться со своей соседкой. Я Любопыткина. Это тот случай, когда фамилия и имя говорят сами за себя. Любопыткина почти любопытная. Любопытные варвари на базаре нос оторвали. А я лично против насилия. Будем закрываться от назойливых глаз Любы с помощью жалюзи. У жалюзи гораздо больше возможностей, чем у обычных штор. Ведь тонкие шторы не защищают от солнца. А тяжелые и плотные, наоборот, перекрывают доступ воздуха и создают в комнате кромечную тьму. А жалюзи как раз дают равномерное освещение и при этом в каждом помещении создают ту атмосферу, которая вам необходима. История жалюзи насчитывает не одну сотню лет. В одной арабской притче рассказывается о ревнивом муже. Он прятал свою красавицу-жену от посторонних мужских взглядов. Он-то и был первым обладателем жалюзи. Первые жалюзи были, конечно, не такими, как они выглядят сегодня. Кристин, вот давайте по порядку. Расскажите, пожалуйста, вот это что за жалюзи? Это мультифактурные. Комбинация ткани и пластика с добавлением зеркальных вставок под золото или под серебро позволяет создать конфигурацию любой сложности. Кто-то выберет арку, кому-то по душе лабрекин. А мне нужно так, чтобы соседка не подглядывала. Да что ж она глазастая-то такая? Может, хоть за такими жалюзи ничего не увидит? Это горизонтальные жалюзи. С их помощью можно управлять светом. Сделанные из алюминия, они защитят твой дом от солнечного света и посторонних глаз. Да-да, Люба, программа шоу «За стеклом» шлет тебе прощальный привет. Рулонные шторы бывают прозрачные, полупрозрачные и на резиновой основе, которые не пропускают солнечный свет. Вот это то, что нужно. Кроме степени прозрачности, рулонные жалюзи отличаются плотностью, фактурой и цветом. С обеих сторон такие жалюзи покрываются специальными составами, которые делают ткань стойкой и не дают выгорать ей на солнце. В этот вечер Люба Пыткина не разглядела, что у нас было на ужин, потому что у нас появились тюлевые жалюзи. Люба дорого посмотреть. Вот такой симбиоз вуали и пластика. Эта модель неизбитая. Во-первых, дозирует солнце у нас в комнате. В качестве второго достоинства можно отметить, что такой вариант подойдет как для дома, так и для офиса. Минимум через 2 часа, максимум через 2 дня, и ты можешь стать обладателем новых жалюзи. Теперь личная жизнь Татьяны дежурная по рубрике от Любы Пыткина и Псадзамком.